В середине 30-х годов эти машины были лучшими в мире. Они побеждали на международных конкурсах и в реальных воздушных боях. Однако стремительное развитие авиации сделало их век недолгим. Истребители бипланы Николая Поликарпова в фильме «Оружие». В 20-е годы авиаконструктор Николай Поликарпов стал широко известен как создатель истребителя И-2, разведчиков Р-1, Р-5 и учебного биплана У-2. Однако это не спасло его от тюрьмы. В 1929 году в СССР началась кампания по борьбе с вредительством в промышленности. За решеткой оказалось более 30 авиаконструкторов, инженеров-самолетостроителей, а также специалистов по авиадвигателям и авиаоборудованию. Среди них был и Поликарпов. Его обвинили в причастности к контрреволюционной вредительской организации. Вместе с коллегами Поликарпов попал в особое конструкторское бюро ОКБ, организованное чекистами. Вредителям поручили спроектировать истребитель, который по своим характеристикам не уступал бы лучшим зарубежным образцам. Главным конструктором назначили Дмитрия Григоровича, его заместителем Поликарпова. В кратчайшие сроки за два месяца был построен самолет И-5. И-5. Истребитель. Длина 6,8 метра. Размах крыльев 9,7 метра. Максимальная взлетная масса 1335 килограммов. Силовая установка. Двигатель М-22 мощностью 480 лошадиных сил. Максимальная скорость 252 километра в час. Практический потолок 7500 метров. Практическая дальность 660 километров. Вооружение. Четыре пулемета калибра 7,62 миллиметра. И пятый был принципиально новой боевой машиной, с которой фактически и началась эпоха создания отечественных истребителей. Поликарпову удалось решить немало технических проблем, связанных со снижением массы самолета и лобового сопротивления. Ко всем своим истребителям Поликарпов будет и в дальнейшем предъявлять два основных требования. Маневренность и скорость за счет небольшого веса максимально сжатого фюзеляжа и маленьких крыльев. Биплан И-5 был одним из самых мощных по вооружению и самых легких в мире истребителей. Его выпустили большой серией. 800 штук. Несмотря на то, что все создатели этого самолета по-прежнему считались контрреволюционерами и вредителями. Осужденные конструкторы работали в ангаре, охраняемом чекистами и получившим название «внутренняя тюрьма». Она находилась на территории авиационного завода номер 39. Самолет И-5 имел рабочий индекс ВТ, означавший «внутренняя тюрьма». Но конструкторам больше нравилась другая расшифровка – «вредители трудящимся». После того, как И-5 успешно прошел все испытания и получил одобрение Сталина, авиаконструкторы были амнистированы. Поликарпов получил от руководства благодарность и целый пакет новых заданий на проектирование сразу нескольких боевых машин. ОКБ переименовали в Центральное конструкторское бюро – ЦКБ и привлекли для работы вольнонаемных специалистов. Руководителем ЦКБ, состоявшего из шести проектных бригад, назначили Сергея Ильюшина. Бригада Поликарпова разрабатывала истребители. Основная проблема заключалась в том, что в СССР к тому времени еще не успели создать мощные авиадвигатели. А на боевых машинах со слабыми моторами трудно было добиться высокой горизонтальной скорости и одновременно хорошей маневренности. Поэтому Поликарпову в поисках оптимального сочетания скорости и маневренности приходилось параллельно проектировать свои истребители, как бипланы, полуторапланы и монопланы. Бипланы были маневреннее, монопланы обладали большей скоростью. Последовательно развивая конструктивную схему И-5, Поликарпов создал истребитель полутораплан И-15. 23 октября 1933 года первый полет на опытной машине выполнил Валерий Чкалов. Чкалов Валерий Павлович. Советский летчик-испытатель, герой Советского Союза. Годы жизни. 1904-1938. Родился в рабочей семье. В 1923 году окончил Борисоглебскую военную авиационную школу летчиков. Освоил технику пилотирования нескольких десятков типов самолетов. Принимал участие в испытаниях большинства опытных и экспериментальных машин Николая Поликарпова. Новый истребитель обладал исключительно высокой маневренностью. На выполнение виража уходило всего 8 секунд. Самолет был легким и устойчивым, хорошо управлялся. Истребитель обладал хорошими ремонтными свойствами и живучестью. Машину запустили в серийное производство, не дожидаясь окончания государственных испытаний. И-15. Истребитель. Длина 6,1 метра. Размах крыльев 9,8 метра. Максимальная взлетная масса 1415 килограммов. Силовая установка. Двигатель М-22 мощностью 480 лошадиных сил. Максимальная скорость 350 километров в час. Практический потолок 7250 метров. Практическая дальность 500 километров. Вооружение. Два пулемета калибра 7,62 миллиметра. В октябре 1935 года на авиационной выставке в Милане И-15 признали лучшим истребителем мира. Вскоре летчик-испытатель научно-исследовательского института военно-воздушных сил Виктор Евсеев установил на этой машине мировой рекорд высоты. 10 тысяч 85 метров. Это достижение тут же перекрыл Владимир Кокенаки. На облегченном варианте самолета он достиг высоты в 14 тысяч 575 метров. Чтобы снизить вес машины, с нее сняли все вооружение и лишние приборы. Топливо залили только для подъема. На спуске самолет планировал. И-15 полностью превосходил все известные в мире истребители по маневренности и скороподъемности. Ему не хватало лишь горизонтальной скорости. Но этот недостаток предполагалось устранить путем установки более мощного двигателя. Такая возможность появилась лишь в 1937 году. К этому времени на Пермском авиамоторном заводе по американской лицензии освоили выпуск двигателя М-25 мощностью 750 лошадиных сил. Модифицированная машина получила индекс И-15БИС. Создавая И-15БИС, Николай Поликарпов учел все пожелания военных. Но собственная неудовлетворенность характеристиками самолета заставила его сконструировать новую модель биплана — И-153. Самолет был оснащен убирающимся шасси и бронеспинкой. И-153. Истребитель. Длина — 6,3 метра. Размах крыльев — 10 метров. Максимальная взлетная масса — 1765 килограммов. Силовая установка. Двигатель М-62 мощностью 800 лошадиных сил. Максимальная скорость — 350 километров в час. Практический потолок — 7250 метров. Практическая дальность — 500 километров. Вооружение. Два пулемета калибра 7,62 миллиметра. Истребитель приняли на вооружение в 1938 году. Он получил верхнее крыло с характерным изгибом, за что машину назвали «чайкой». Новый, мощный мотор прибавил самолету скорости. Но высочайшую маневренность исходной модели И-15 вернуть не удалось. Всего военно-воздушные силы Красной Армии получили около 6500 машин семейства И-15. Боевое крещение поликарповских бипланов состоялось 4 ноября 1936 года. Это произошло над столицей Испании, которая была охвачена гражданской войной между сторонниками законного республиканского правительства и мятежниками генерала Франка. В небе Мадрида советские пилоты-добровольцы вступили в схватку с противником. Результат — два сбитых вражеских самолета. Республиканцы называли истребитель И-15 «Чата» — «Курносы». Франкисты ошибочно считали, что И-15 является копией американского истребителя «Кёртис Хогг», поэтому именовали его «Кёртисом». Успехи И-15-х в Испании продолжались недолго. В 1937 году немецкий легион «Кондор», воевавший на стороне франкистов, получил новые истребители — БФ-109. Мессершмитты заметно превосходили советские бипланы в скорости и огневой мощи. Но у него такие были качества пилотажные, что немцы с ним не могли справиться. Как только группа подходит, мессеров, они становятся в круг, закладывают крутой вираж, а он по секунду всего 8 секунд составляет. Представляете, 8 секунд он уже вместе. Точка, 8 секунд, он на месте. А те крутятся, 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 и вынуждены уходить. Не прицелиться, не атаковать. И 15-му еще пришлось повоевать в Китае и Монголии, где он сражался против японских истребителей. Но время этой машины уже заканчивалось. Высокая маневренность двукрылых истребителей перестала быть серьезным аргументом в бою. На первый план выходили другие требования к самолетам. Николай Поликарпов хорошо понимал, что главным оружием истребителя становится скорость. Поэтому одновременно с бипланом И-15 он построил знаменитый истребок Моноплан И-16. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok